С недавних пор рабочее место врача стали называть боевым постом, а больницу – передовая. А тыл, как известно из истории, всегда помогал, чем мог. Вот и сегодня предприниматели, волонтеры общественной организации делают все возможное, чтобы поддержать врачей и медсестер. Сладкие подарки от раменских кондитеров уже получили несколько московских больниц. Сегодня раменский кондитерский комбинат совершает благотворительный рейд на родной земле. Представители отделений центральной районной больницы попросили ненадолго выйти на улицу. Врачи с радостью приняли знак внимания. Пирожные, торты, пироги, хлебцы. Супер, супер, молодцы. Позвольте от лица больницы выражу благодарность руководству раменского кондитерского комбината. Скажу большое спасибо, что о нас помнят не только когда болеют, но и когда болеют другие. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вручение подарков. Безусловно, дело не только в них, хотя это очень интересная и вкусная продукция. И в канун праздника Дня России она очень необходима и сестрам, и врачам, и санитарочкам, которых мы порадуем все-таки такими сладостями. Спасибо огромное. У нас сейчас есть и защитная одежда, есть антисептические средства, есть дезинфицирующие средства, есть лекарственные препараты. Нас поддерживает очень хорошо Раменская городская администрация, поддерживают раменские предприниматели и совет депутатов Раменского района. Поэтому всем огромное спасибо. Сейчас все имеется в достаточном количестве. Настроение у врачей хорошее. Коронавирус отступает. Уже на следующей неделе начнут плановый прием многие специалисты. С вчерашнего дня началась уже некоторая плановая помощь у нас. С 15-го числа уже откроется более широкое окно возможностей. К другим специалистам можно будет записываться через колл-центр, через госуслуги на прием к врачу. Этого не было. Этого не было. Три месяца не было. Соблюдать все правила безопасности, профилактики, опять же повышать свой иммунитет, потому что без этого организму будет сложно справиться с инфекцией. Поэтому, учитывая то, что она попала в наш мир, она будет, ну будем надеяться на то, что она, конечно, ослабнет со временем. И будут случаи более легкие и бессимптомные, возможно. Но, конечно, хочется, чтобы все уже закончилось и нас выпустили на свободу, так скажем, в привычное русло войти. Очень хочется поскорее. Впереди праздники. День России и День медицинского работника. Сладкие подарки очень кстати. Особенно для тех, кто остается на рабочем месте, которое с недавних пор стало боевым постом. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо.